Ваше мнение, чего принципиально, глобально хочет Россия от Украины? На сегодняшний момент вопрос об обладании Украины, именно об обладании, что в другом не идет речь, это вопрос для российских элит и некоторой части активного меньшинства. В России вопрос прежде всего религиозный, на мой взгляд. То есть никакого рационального ответа на сегодняшний день, в ответе «зачем Россия и Украина?» нет. То есть есть некая религиозная вера, она иррациональная, она, как всякая вера, не требует вот этих дополнительных вопросов «зачем? Почему?». Почему люди верят в Бога? Ну, потому что верят. Совершенно очевидно, что Путин решает войной в Украине внутриполитические проблемы. Мы совершенно согласны действительно с тем, что главная задача изначально, которая у него была, это сохранение себя у власти. И эту задачу с помощью войны он достаточно успешно решает, хотя и рискованно, но пока успешно. Если считать, что война ведется аж с 99-го года, я имею в виду тогда одна война, потом другая, потом третья, потом теперь вот четвертая, значит, каждый раз, когда у него возникают проблемы с легитимностью, каждый раз, когда у него возникают проблемы с электоральным рейтингом, он начинает войну и, в общем, достаточно успешно это разруливает. Ну, плюс у него в голове, конечно, есть вот это вот мессианство, куда от него не денешься. Все бандиты в вот таком вот престарелом возрасте, они этим мессианством страдают. Можно вот посмотреть на интервью Гордона с Мехасемой, тоже увидеть, так сказать, Путина, только немножко в более таком огрубленном и комичном виде. Но здесь есть существенный аспект, потому что это как-то находит отражение на российском обществе. То есть, если бы российское общество войну не приемлило от слова совсем, если бы, так сказать, не было бы никакого желания ложиться на полях Украины в землю и убивать украинцев, то, видимо, и такой вот истории с поддержкой, с укреплением режима, ее бы тоже бы не было. И вот, на мой взгляд, интересный вопрос, а российскому обществу в широком смысле это зачем? Я здесь, опять же, соглашусь, такая моя сегодня роль, Славим Борисовичем в отношении некой религиозной составляющей, которая действительно жила с тех самых пор, когда Украина отделяла Россию от, в общем, достаточно в разное время враждебного окружения, и было важно вот эти вот засеки, эти противостояния и так далее. И вот с тех пор это в истории, в голове уже совершенно никак неадекватно с точки зрения современного оружия, современного геополитического окружения. Но, так сказать, люди же об этом не задумываются. Это просто в голове. Есть еще одна версия, она, так сказать, немножко более прагматичная, ну, в некотором смысле прагматичная. Мы живем хреново. А что такое обладание над Украиной? Ну, по сути дела, это единственное отличие, это то, что те паханы, которые сидят в Кремле, они теперь будут рулить не только нами, но и соседями. То есть, мы живем хреново, а что ж соседи-то живут хорошо, пусть они тоже живут хреново. Вот это такое тоже, в общем, вполне себе мотивационная история. Все же остальные прагматические истории, реальные прагматические истории, касающиеся экономики, касающиеся свободы передвижения, касающиеся русского языка для русскоязычных в Украине и всего остального, они прекрасно решались до войны, начавшейся в 2014 году, и могли решаться и дальше, и лучше. И мы прекрасно находили, пускай и торговые, пускай и в жарких спорах, но, тем не менее, решения всяких разных проблем, возникающих между соседями. И, в общем, прагматических задач не было. Мне сейчас, естественно, напомнят про Донбасс, но я был на Донбассе как раз в 2014 году, когда все это начиналось. И я-то видел своими глазами, что это была цельно тянутая кремлевская история. Вот просто тупо ими начатое, спровоцированное, развернутое и уничтожившее прекрасный город Донецк, я имею в виду уничтожившее его мирное абсолютно... Для меня вообще, надо сказать, я в Донецке был первый раз, я никогда не думал, что Донецк... Ну, у меня же в голове тоже какие-то такие советские... Уголь, 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 да? Да, уголь, 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 думаю, вот там... А тут такой зеленый город, невероятно зеленый город. А здесь зеленый, прекрасный город, шикарный аэропорт, прекрасные улицы. Люди, которые, ради бога, только, так сказать, не думают и ничего... А я до этого-то был в Киеве и с Порошенко, в общем, общался. Я понимал, что у киевской элиты вообще никаких идей в отношении Донецка не было. Им бы со своими проблемами разобраться. Вообще никаких идей не было. И здесь вот эти ребята прилазят и начинают рассказывать, что вас сейчас все запретят, русский язык, все вас уничтожат. Вот там пара сумасшедших выступила о том, что надо на Донбассе запретить русский язык. Вот они сейчас все это сделают. Блин, этих сумасшедших в каждой стране, так сказать, 100 человек, 200 человек, я не знаю. Так сказать, можно найти любого. И вот на этой базе просто был уничтожен сначала прекрасный город, а потом и много других прекрасных городов. В общем, если мы говорим о том, что такое война за обладание Украиной, это преступное желание Путина и путинской банды оставаться у власти, которые они сейчас протаскивают через сотни тысяч жизней, сотни тысяч жертв. То есть вот это вот то, что все эти разговоры о русском мире, о строительстве русского мира, это просто такое идеологическое обоснование вполне прагматической задачи, которую ставит перед собой режим Путина. Абсолютно. Я не верю, что Путин и вокруг него уж настолько идиоты. Они не настолько идиоты. Они прекрасно понимали, что в результате вот этого противостояния ситуация с русской культурой в Украине будет ухудшена, а не улучшена. Но они, еще раз, они не идиоты. Они это прекрасно понимали. Они прекрасно понимали, как... И мы все прекрасно понимаем, что можно было до 2014 года бесконечно улучшать положение русской культуры в Украине. Для этого существовали миллионы взаимовыгодных экономических методов. Мы должны понимать, что Путин использовал войну как средство стабилизации режима, как последний патрон. Честно, смотря на вещи, можно сказать, что он использовал до этого все остальные методы. И с моей точки зрения, где-то к 2018 году он подошел к той точке, когда надо было либо стрелять в других, либо застрелиться. Но, естественно, выбирая между тем, что убивать других или застрелиться, он выбрал убивать других. То есть, на самом деле, ситуация, она как развивалась? Она развивалась таким образом, что они использовали для этого все другие. Они пытались обмануть народ, они пытались подкупить народ. Но потом эта власть становилась все более и более неэффективной. Она с трудом перевалила через такую вот микрореволюцию 9-11 годов, вызванную тогда проседанием мировых рынков. И дальше она цепляла, цепляла, цеплялась, и дальше стало понятно, что без сильнодействующих, вот без прямого такого укола адреналина в сердце системы, это спасти нельзя. То есть, вы должны понимать, что война – это последний патрон. То есть, у него не было уже других патронов, и он его выставил. Теперь второе. Если мы вернемся все-таки к этим статьям Суркова, Суркова, а я сейчас даже говорю о своем, потому что это надо пересмотреть, вот две последних, особенно перед войной, то там очистил это от любви Суркова покрасоваться своей образованностью, перед нами неучими, и убрав все слова, за которыми для того, чтобы понять их смысл, надо лезть в энциклопедический словарь, а там простая мысль – всякая власть конечна. То есть, рано или поздно, вот эта вот антикоррупционная пропаганда, и тогда привет Навальному и всем остальным, она дожмет, то есть, у народа явится стойкая аллергия на этот режим, он забуреет, он закостевеет, он убюрократится, он станет абсолютно неэффективным, и он умрет. Можно отложить это на пять лет, можно отложить это на десять лет. Это вопрос времени, гибель неизбежна. Это вот его первый тезис. Можно принять. А дальше он говорит, что единственный способ выйти из этого тупика – это вечное движение, вечное движение за приобретением и освоением новых территорий, ибо территории нам, как таковые, конечно, не нужны, но сам процесс их поедания – это настолько увлекательное дело, которое займет… Знаете, помните, был такой знаменитый анекдот, я в деталях не помню, но типа купила мелки от таракана в голове, раздала, вроде действует, пока тихо рисует. Вот в исполнении Суркова война – это такие мелки от таракана в голове. Ну, по тараканам понимаются попытки дезуировать легитимность власти путем ее критики. И, наконец, третий тезис его, да и следующее, что это же не об одной войне. То есть это вечная война, то есть за освоением территории Донбасса, обойдет освоение всей территории Украины, еще больше мелков, а там и восточная Европа, это вообще целый набор. И так, когда Ла-Маншат, ну, то есть он размахивал, он стебал, конечно. И тогда казалось, что это чистость. А сейчас выясняется, что это вовсе взгляд. И тогда я скажу, возвращаясь к тому, что вы сейчас сказали, Виталий Наумович, что, в общем, конечно, есть там всегда и комплексы, и обиды Путина. Он вообще невероятно закомплексованный человек и на несчастье всем нам. Но мне кажется, что это имеет все меньшее значение, чем коллективная воля того класса, того класса, вот этого класса отричников, который он возглавляет, он же создал, но является выразителем их воли. Вот это имеет меньшее значение. То есть это коллективная воля класса, это попытка его сформировать концепцию самосохранения, и другой концепции самосохранения, кроме войны, там нет. Хотите найти общий язык с бабушкой, дедушкой, мамой, папой, с любым родным человеком или другом, отправьте это видео им. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на Ходорковский лайв. Это легко и просто. И таким образом и вас, а значит и нас станет больше. Лайк, подписка. Спасибо.